Доброе утро, студия! А Евпатория продолжает свой путь за звание Всероссийской детской здравницы. У нас в городе открыли первый в Крыму театр юного зрителя, и у нас в гостях его актер и режиссер Сергей Новиков. А поговорим мы сегодня с вами об уникальном проекте «Своеобразные читки». Расскажите, чему посвящена она? Здравствуйте! Ну, читка посвящена вхождению, столетию вхождения Красной Армии в Евпаторию. 13 ноября как раз вот сегодня столетие, собственно, произошло. Расскажите, что в принципе такое читка, чем это отличается от спектакля? Читка — это такой своеобразный эскиз спектакля. То есть мы опробуем материал на зрителя, читки проходят по-разному. Иногда актеры учат наизусть, но в большинстве случаев актеры читают с листа, сидя просто на стульчиках. Мы же стараемся каждый раз делать такие эскизы, то есть одеться уже в костюмы, подготовить музыку, свет, все выстроить, чтобы зрителю было интересно, комфортно. Чем уникальны будут сегодня представления? Сегодня будет уникально тем, что впервые мы проводим читку с живым аккомпанементом. То есть у нас будет параллельно, не параллельно, будет выступать группа «Приморский бульвар». Они будут находиться вместе с артистом на сцене, они будут у него за спиной, будут поддерживать его песни. Прозвучат песни революционные и «Варшавянка», и «Народные полюшка-поле», и многие другие. В общем, приходите, увидите. Будет интересно. Я знаю, что вы и актер, и режиссер этого спектакля. Расскажите, как проходила подготовка? Как проходила? Ну, мы вспомнили про то, что, ну, во-первых, у нас в Евпатории есть улица 13 ноября. Невозможно забыть про это. И мы вспомнили, что как раз будет столетие. Нашли материал Аркадия Гайдара «Сказка о подвиге мальчиша к мальчиша». Я сейчас не скажу название. Вот, конечно же. Вот полное. И договорились с группой на благотворительном начале, то, что они придут. Попробовали, отправили материал, они почитали. Их это заинтересовало тоже. И вот мы все вместе репетировали, встречались вечерами, потому что артисты музыкальные тоже работают, у них тоже свои дела. Встречались вечерами, репетировали, куда-то там вставляли музыку и так далее. И, в общем, все получилось. Долго готовились? Ну, готовились, да, несколько недель. Конечно, это невозможно просто взять, собраться, там, прочитать. Даже нужно вчитать текст, в нужном моменте играть музыку, петь песни. И, в общем, да, несколько недель была подготовка. Мне всегда было очень интересно, сколько человек, в принципе, работает над созданием одного спектакля. Здесь всего один актер, сопровождение музыкальное. Кто еще, сколько всего человек, вот, готовит даже небольшую учитку? Ну, во-первых, у нас в театре огромная команда, которая подготавливает спектакли, потому что мы имеем свои и пошивочные цеха, и бутафорские цеха. Естественно, конечно, и звукорежиссеры, и осветители. Помощники режиссеров, режиссеры, костюмеры, гримеры, постежеры. Потому что, допустим, пришлось делать нашивки, чтобы было ощущение того времени именно на костюм. Это, опять же, пошивочный цех. Гримеры будут гримировать. Огромная команда, на самом деле, сейчас не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы всех перечислить. А труппа большая и увеличилась ли она с получением нового статуса? Труппа, да, большая. Ну, не то чтобы большая, потому что есть театры огромные, в которых там и 70, и 80 артистов. Да, у нас пока еще не так, но мы растем, стараемся. Артисты продолжают присылать заявки нашим художественным руководителям, чтобы прийти служить к нам в театр. Уже увеличилась, да, у нас труппа, много из разных городов приехало артистов. Ну, если быть точно, я не скажу, потому что артисты приехали. Сначала было у нас немного, а теперь, наверное, у нас человек 18, наверное, теперь. Я знаю, что вы тоже не Евпаторийц коренной, вы тоже приехали. Расскажите, откуда и почему выбрали именно Евпаторию? Выбрал я Евпаторию по такому счастливому случаю, я бы сказал. В 2009 году я приехал сюда первый раз на фестиваль «Земля, театр, дети». И тогда я еще был студентом третьего курса Самарской государственной академии культуры и искусств. Я приехал сюда, меня поразил этот фестиваль, поразил масштаб, грандиозность, феерия, чувств. Я недавно случайно наткнулся на видео, где я там совсем еще молодой, сижу в зале, хлопаю радостно, просто. И мне кажется, тогда именно закралась у меня такая мысль, что я хочу здесь работать. Да, но судьба распорядилась так, что пять лет я проработал в Самарском театре юного зрителя, театр «Самарт». И в итоге я все-таки выполнил свою мечту, я сюда приехал, попробовался, и меня взяли на работу. Не только артистом, но и режиссером. А сам город нравится вам? Да, город замечательный. Я не знаю, это мой любимый город в Крыму. Я поездил по Крыму, посмотрел разные города и на гастролях, и просто путешествовал. Но и в Паторе, это самое, по-моему, уютное местечко, самое замечательное, которое есть в Крыму. Здесь тихо, спокойно, красиво, да еще и море. Люди хорошие, приветливые, замечательные. И прекрасно. Расскажите, что в ближайших планах у Тюза и непосредственно у вас, какие у вас будут ближайшие премьеры и в качестве актера, и в качестве, конечно же, режиссера. В качестве актера и режиссера. Вот как раз такая штука, что я сколько раз зарекался, вот я несколько спектаклей поставил, и в этих же спектаклях играю, сколько раз зарекался, что не буду играть в спектаклях, которые ставлю, потому что это очень тяжело. И со стороны нужно же все видеть, общую картинку, и при этом, как артист, хочется, хочется играть в спектакли, и приходится самого себя тоже занимать. Не потому, что не хватает людей, а потому что, и, конечно же, такая вот штука. А по поводу премьер у нас, в ближайшее время у нас, конечно же, 17-го числа у нас творческий вечер нашего художественного руководителя, я не знаю. Я бы не сказал, что это премьера, премьера его, и это будет замечательно. Впереди у нас еще премьера Мюнхгаузена, режиссер Анастасия и Андрей Пермякова, совместно это такой проект. А я буду ставить в 2020 году, Мюнхгаузен тоже, кстати, в 2020 году, я буду ставить «Братец лис» и «Братец кролик шоу». Это такой тоже уникальный спектакль, потому что зрителю удастся побывать на съемках такого «Найт лай шоу» в «Животном мире». Очень интересно будет. Прекрасно, спасибо вам большое, Сергей, за очень увлекательные беседы. Я думаю, было интересно не только мне, но и нашим зрителям. Мы приглашаем всех в Крымский государственный театр юного зрителя. Премьер будет очень много, а я передаю слово студии. Как у вас было? Большое, Настя, спасибо. Мы желаем и вам хорошего дня. Напомним, что с нами на связи была коллега из Евпаторийского филиала телерадиокомпании «Крым» Анастасия Крапивина. Анастасия Крапивина